ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Африканский легионер находится вверху реестра бомбардиров, то есть заметен, а значит, заслужил сегодня в спорткадре поделиться своими правилами жизни. Я родился в Гвинеи, городе Фрия, а там и жила моя семья. Начинал играть на улице, а сейчас могу сказать, что футбол – это моя жизнь. Отец привел меня в футбол и сам покупал мне форму. Каждый день я ходил в школу, и за это сегодня могу сказать спасибо, ведь только время и работа позволили мне покинуть местный чемпионат. Знал о Беларуси. Я не смог поиграть в Польше, Греции, Украине, но это жизнь футболиста. Неизвестно, когда появится шанс. Игра в Беларуси – это как раз мой шанс поиграть с сильными, открытыми и техничными командами, раскрыть себя как футболиста. Чемпионат Беларуси, кстати, очень богат на таланты. Я горд, что нахожусь в Беларуси и могу играть с Баты, Динамо Минск, Торпедо, Энергетиком и всеми другими клубами. Я защищаю цвета Ислычи. Волки сейчас – моя жизнь. И я сосредоточен на том, чтобы забить много мячей и сделать шоу. Я не хочу заниматься, например, шоппингом. Хочу играть, чтобы показать свой максимум и конкурировать с Баты. Мне очень нравятся Выслычи, как и в целом в Беларуси, где я вижу любовь к людям по сравнению с Марокко, где я играл. Там очень много расизма. Есть очень много различий между Беларусью и Марокко. Беларусь – это Европа, а Марокко – Африка. Там есть расизм, а у вас его нет. Здесь мы всей командой вместе. Вместе хорошо проводим время, едим, все делаем вместе. И я всегда могу спросить совета и что-то разделить. Могу сказать, что Беларусь – это прекрасное место для меня. Мукам СБТ говорил, что ваш чемпионат не подходит техничным игрокам. Нет, это неправда. Я сыграл в трех разных чемпионатах. В Гвинеи очень много физики и техники. Например, в Марокко чемпионаты игры очень быстрые, атлетичные, техничные. И это моя судьба, как футболиста. Для меня нет проблем с физикой, потому что я очень много работаю над этим компонентом. Если ты силен, например, физически, ты превосходишь оппонента технически и в целом доминируешь над соперником. Мсье Жуковский для меня – это лучший тренер в Беларуси. Он лучший, потому что очень требователен в своей работе. Как, например, мой отец, который отправил меня в школу. Сегодня я прекрасно говорю по-французски. А что, если бы этого не было? Виталий Леонидович говорит мне бежать. И если я не могу бежать, то я не выиграю Бате и Динамо Брест. В матче с Динамо Брест мои одноклубники не могли бежать и играть, поэтому мы не смогли выиграть. На самом деле футбол состоит из мелких деталей. И если в футболе ты не будешь бежать работать, то ты уступишь. Мы победили Бате в кубке, потому что в тот момент мы были лучше. И в этом не чудо. Если много работать, то выиграешь. Для меня погода в Беларуси абсолютно нормальна. Я спокойно тренируюсь. Только если сильно устаешь, когда работаешь, ты становишься хорошим игроком. А погода похожа на Францию, где живет мой брат. У вас зимой много снега, я даже играл на снегу. И когда я был в Гвинеи, я смотрел матч Бате, во время которого шел снег. Это сложно. Сейчас я должен адаптироваться, но у меня уже нет проблем с вашим климатом. Много говорили, что Алекс Глеб придет в Ислач, и вот теперь он с нами. Я счастлив. Это огромные эмоции для меня. Когда я жил в Гвинеи, я видел по телевизору, как Глеб играет за Барселону, за Бате. Сыграть с этим футболистом – гордость для меня. Кроме Ислача, есть много клубов, где я не прочь бы оказаться. Это Бате, два Динамо, Минска и Бреска. Но это лишь случай, если волки не смогут выкупить меня у марокканского клуба. Ислач – это приоритет для меня. Нападающий должен быть опасен, должен работать и забивать. Я недоволен собой, когда не забиваю. Хочу забивать много красивых мячей и раскрыть свой талант в чемпионате Беларуси. Статистика важна для моей карьеры. Я думаю, что хорошо играю в чемпионате Беларуси, потому что забиваю много красивых голов, и это важно для меня.